всем привет я очень много замечаю что никто не пользуется материал параметр collection и сегодня я вам покажу если вы вдруг не знаете о этой очень полезной штуковине вот у меня есть такой actor blueprint в котором находится стена mesh обычный и на нем наложено два материала в данном случае принципе больше и не нужно мы создаем во вкладке материал материал параметр collection так и назовем его mpc материал параметр collection ну давайте variable как-нибудь назовем зайдем внутрь здесь есть получается скалар параметр и вектор параметра то есть сами понимаете что скалярный параметр это единичное значение вектор параметр это значение вектора хотел раскрыть увеличить так то есть вектор у нас rgb а передается да и скаляр параметры дефолтное значение да давайте назовем дефолтное значение но предварительно посмотрим на материалы материал я сделал стандартный относительно стандартный просто тайлинг сделал небольшой поставил материал это у нас бейс далее у нас идет нормал и далее у нас орди это так я не туда подключил окклюжен рад нас и дисплейсмент и сделал через lerp получается смесь с цветом определенным какой цвет захочу такой и поставлю принципе да то есть и сделал параметр на переключение данного lerp а также здесь у меня есть параметры x y это у нас для тайлинга чтобы увеличить уменьшивать уменьшать все значения которые необходимы то есть если у нас в нормальном так скажем проекте мы можем создать инстанции да то есть как нажимаете иногда спрашивают откуда ты взял инстанс инстанс я взял нажав на материале и создал материал инстанс то есть и здесь мы можем изменять значение но это не всегда бывает удобно сейчас я покажу как это сделать чуть-чуть удобнее да необходимо создавать вот такой вот павел скажем материал параметр collection которым мы будем вводить наше значение давайте первое значение под индексом 0 у нас будет пусть это будет x далее y то есть это я хочу ввести те значения которые я поставлю за место вот этих параметров это x и y далее давайте на вектор параметров мы назовем color можем выбрать цвет какой необходимо пусть будет это красный изначально у нас вообще синий стоит то есть если я в лир добавлю и значение единичка у нас стеночка станет синий если 0 естественно нас останется тем цветом которые было изначально заданной текстурой теперь мы сохраняем параметр collection сделаем значение дефолтные пусть это будет 5 цвет мы уже задали по x y мы выставим по 5 здесь вообще у нас значение 15 то есть мы увидим чуть чуть уменьшение нашего значения они станут больше вот эти точечки чтобы было ясно и понятно теперь мы просто заходим наш материал и закидываем сюда наш параметр пишем collection параметр и у нас получается вот этот файл вот в этой ноде уже заложен начально да то есть но мы должны предварительно выбрать наш файл который мы создали mpc variable у меня он назывался и и если откроем список параметров у нас здесь есть color x y который мы создали так это пусть будет x сделаем копирование поставим за место x здесь за место y выставим y делаем еще ставку данного элемента поставим за место by заместо вот этого параметра который стандартно мы выставляем и заносим параметр color и как видите да тот цвет который мы там ввели он здесь уже отображается но появляется некоторые ошибочки потому что в данном случае он требует нам режим rgb данное значение у нас rgb а то есть еще добавление прозрачности но это можно легко исправить пишем в рэп вот 3 и подаем сюда значение и как раз таки у нас перестает ругаться теперь наш цвет параметра подключен и мы можем все изменять легко сделаем сохранение и войдем до наш параметр давайте его сюда вытащим мы можем изменять значение здесь и сразу принципе почти отображение видеть ну вот так вот выставим чуть-чуть пусть потянуто но нормально и как вы видите да мы изменяет цвет не можем потому что мы забыли сюда еще один параметр создать пусть это будет lerp чтобы полновесно управлять нашим материалу так lerp значение 0 оставим сначала ставим копию тех материалов которые мы уже делали просто его сейчас настроим это у нас будет lerp сохраняем выходим в мир как говорится и если мы значение lerp будем изменять в данном случае до единицы у нас становится синим почему-то так у нас видимо какой-то цвет то есть rgb как-то некорректно передается ну по сути вроде как должен быть ну давайте попробуем lerp хотя она вряд ли да он по сути правильно ну даже данном случае на все я понял нам нужно подать единицу а на полное значение чтобы совпадали цвета то есть сейчас какой я цвет не выбираю здесь он уже автоматически здесь настраивается ну представим что вот такой вот желтый цвет вообще параметр мы можем изменять ну мы можем также скопировать вот это же вот эти штуки в другой материал пусть это будет и где-то здесь зададим значение то есть мы сразу автоматически будем менять на всех материалах при изменении нашего параметра но если вы задаете одни и те же значения вот которые здесь указано но если для каждого материала вы пропишите свой параметр то никаких проблем не будет ну как видите да вот у нас где-то в районе нуля это нормальное значение текстур значение единицы мы переключились уже на другой экземпляр нашего материала по сути и также мы можем почти в любом месте вызывать наше изменение нашего параметра что в самом экторе допустим стены то есть мы переходим граф допустим на big gameplay мы можем создать создать так то есть смотрите если мы обычно изменяем наши значения параметров которые стандартные стояли ранее вот эти мы вызывали вот так вот sets color параметр value on materials здесь пишем значение переменной которое необходимо изменять и здесь изменения допустим сейчас же нам не нужно вызывать именно тот mesh мы можем сразу вызвать наш параметр collection так его бы еще найти давайте попробуем так set параметр sets color параметра value здесь выбираете нашу параметр collection далее выбираете наш параметр который там нужно изменить в данном случае у нас здесь 3 потому что это scalar параметр пусть lerp будет значение 0.5 и если там посмотреть параметр так параметр set вектор параметр value здесь мы то же самое выбираем наш параметр и уже выбираем color который является там единственным и здесь мы make linear carl и задаем необходимые значения но в данном случае здесь придется посмотреть по значениям либо открыть сам параметр выбрать цвет какой нужно и списать вот эти значения допустим 0.1 0.5 0 представим так и не забываем что единица должна а должна быть в единице то есть при запуске игры у нас примет все вот эти переменные так изначально давайте выключим lerp 0 видите у нас все нормально но при запуске у нас как раз таки все изменяется на те параметры которые мы поставили но смотрите есть некоторые нюансы то есть вы это можете вызвать в любом другом блупринте но и также допустим в уровне то есть блупринте уровня я просто оттуда скопировал сюда подключаю и при условии что там мы в самом экторе выставляем значение единица здесь цвет определенный здесь давайте зададим другой цвет вообще то есть блупринт уровня будет являться главенствующим как видите ничего практически не изменилось чуть-чуть небольшие изменения какие-то да так ну давайте выставим везде единицы вроде черный должен получиться или белый наоборот так так ну изменение конечно не можем нормально отследить но факт в том что блупринт уровня у нас является главным по сути а но естественно мы цвет не определим потому что мы 0 выкручиваем до цвета у нас не будет меняться давайте поставим 0 и 5 и как видите 0 и 5 значение цвет у нас какой-то непонятники чуть чуть темнее стал ну ну на 0 5 плохо будет видно ну если что можно давайте здесь на уровне блупринте уровня выкрутим до единицы здесь мы ставим 0 5 наоборот и как видите блупринт уровня побеждает чем эктор который находится на уровне то есть есть некоторые нюансы при пользовании параметрами в общем надеюсь это было полезно до скорой встречи всем пока там там